всем привет меня зовут патрс данил я студент 2 курса биологического факультета пермского госуниверситета и сегодня мы с вами поговорим о ботанике о жизненных циклах растений почему при изучении разных живых организмов мы так пристально обращаем внимание на их жизненные циклы что такого важного в этих ваших циклах ну если цикл простой если организм принимает лишь одну форму то кажется что все понятно кошка навсегда кошка а гусь всегда гусь а что если один и тот же вид может жить на земле в разных формах более того его форму могут жить в разных местах питаться разной пищей и вести себя совсем по-разному тогда мы говорим что у этого существа сложный жизненный цикл жизненный цикл концентрат наших знаний о том или ином существе зная какие формы может принимать организм в процессе жизни мы без труда найдем его в природе и отличим от других похожих существ к тому же жизненный цикл нам рассказывает где и когда мы сможем встретить организм на нужной нам стадии каждый новый открытый жизненный цикл маленькая победа ученых на пути решения больших и важных задач все жизненные циклы завязаны на размножении выделяют два основных типа размножения половое и бесполое при половом типе размножения обычно участвуют две особи главная цель не только размножится но и обменяться генами чтобы у потомства возникли новые признаки которые возможно помогут им выживание именно половое размножение обеспечивает материал для эволюции важными участниками полового размножения являются гометы специальные клетки носители генетического материала родителей они умеют сливаться друг с другом в одну клетку зиготу которая становится зародышем в отличие от полового размножения бесполое размножение доступно для одиночного организма это быстрый удобный способ распространить своих клонов занять большее пространство при этом ни новых генов ни новых признаков не возникает все возникшие особи клоны родительского организма выделяют пять основных по типов без полого размножения фрагментация вегетативное размножение почкование поле эмбриания и спора образования среди этих типов нам интереснее всего вегетативное размножение и спорообразование. При вегетативном размножении новый организм появляется из какой-либо части родительского растения, из вегетативного органа, корня, почки, целого побега. Это происходит благодаря хорошо развитой регенерации у растений. Вегетативное размножение настолько разнообразно и распространенно, что для простоты и удобства в работе его условно возводят в ранг полноценного типа размножения наравне с половым и бесполом. Также очень большое значение для растений имеет спорообразование. Это возможность запечатать себя в микроскопическую прочную желучую капсулу и отправить ее далеко-далеко, осваивать новые земли. Сделать спору, это тебе не листик отрастить, это дело серьезное. Спорообразование часто происходит в специальных структурах, спорангиях. Спорообразование играет такую большую роль в жизни растений, что опять же, для удобства, в ботанике под бесполым размножением понимают именно спорообразование. Вот мы имеем три основных способа размножения. Половое, бесполое и вегетативное. Теперь попробуем связать эти способы размножения. Суть любого цикла в смене поколений. В ботанике, особенно высших растений, принято делять поколение, производящее споры, спорофит, и гаметы, гаметофит. Почему одно и то же растение не может произвести сразу и споры, и гаметы? На самом деле может. Но для этого нужно быть очень просто устроенным. Зеленые водоросли, хламидомонады и лотрикс, в зависимости от условий, производят либо споры, либо гаметы. Причем и споры, и гаметы очень похожи на само растение. Но чем сложнее становятся растения, тем более сложными и непохожими на него становятся его споры и гаметы. Для их производства теперь уже требуются специальные структуры – гаметангии и спорангии. Затем растение специализируется еще сильнее. Одно растение оставляет за собой только производство гамет, а другое – только спорообразование. Это некое разделение труда. Вот и получаются гаметофит и спорофит. Рассмотрим общую схему жизненного цикла растений. Эта схема обобщает основные циклы растений от водорослей до цветковых. И для представителей, которые фигурируют на экзамене, она вполне справедлива. Гаметофит образует гаметы. Гаметы сливаются, образуется зигота. Зигота растет и становится спорофитом. Спорофит образует споры. Споры прорастают и становятся гаметофитами. А теперь о том, что происходит с ДНК. Буквой N обозначается одинарный или гаплоидный набор хромосом. N – переменная. В нее можно поставить любое число. Это число зависит от конкретного вида растения. Гаплоидные клетки содержат по одной хромосоме каждого вида. Количество хромосом равно N. Значок 2N означает двойной или диплоидный набор хромосом. N все еще переменная. Вместо нее подставляется число хромосом, характерное для конкретного вида, и умножается на 2. Диплоидные клетки содержат каждую хромосому в двойном экземпляре. Зачем это нужно? Подавляющее большинство клеточных процессов происходит с помощью белков. Белки синтезируются на рибосомах по матричной РНК. Значит, чем больше матричных РНК, тем больше белков. Клетка сможет сделать гораздо больше работы. Матричная РНК транскрибируется с матричной ДНК. Нужно понимать, что это процесс не абстрактный, а вполне материальный и физический. У транскрипции есть ограниченная скорость, и если ДНК занята, другая РНК не сможет создаться на этом участке. А этот ген уникален, и только один, другого нет. Приходится ждать очередь. Белков получится меньше. Но есть решение. Можно открыть вторую кассу. Мы делаем точно такой же, полный набор похожих хромосом и ставим их рядышком в ядре. Эффективность растет на глазах. Образуется в два раза больше матричных РНК и в два раза больше белков. К тому же, эти новые хромосомы похожи на первые, но не идентичны им полностью. В генах есть маленькие отличия. Комбинации генов из первого набора хромосом и из второго порой приводят к возникновению удивительных признаков, которые никто не ожидал. В общем, от двойного набора хромосом сплошные плюсы. Теперь поиграем с примерами. У репчатого лука Н равно 8. Это значит, что у него 8 разных хромосом. В его диплоидных клетках дважды 8 – 16 хромосом, а в его гоплоидной пыльце и яйцеклетке 1Н – 8 хромосом. У дикого картофеля Н равно 12. В диплоидных клетках растения – 24 хромосомы, а в гоплоидной пыльце – 12 хромосом. А теперь о том, как 2Н становится Н, а Н обратно превращается в 2Н. Гоплоидные клетки с энным набором хромосом живут, растут, делятся путем метоза. Из одной гоплоидной клетки возникают две такие же – гоплоидные, с таким же набором хромосом. Происходит клонирование. Точно так же путем метоза. Из гоплоидных клеток гометофита образуются гоплоидные гометы. Гометы встречаются с гометами от другой особи и сливаются с ней. Образуется одна крупная клетка – зигота. Ядра гомет тоже слились, и получилось Н плюс Н – 2Н. Хромосомный набор зиготы – диплоидный. Зигота развивается, делится, образуется спорофит, причем все его клетки диплоидны, потому что они делились метозом. Набор хромосом не изменялся. Но вот спорофит приступает к образованию спор. В клетках спорангия происходит мейоз. Из одной диплоидной клетки образуется 4 гоплоидных с ценным набором хромосом. Это и есть споры. Мейоз происходит только тогда, когда растению в цикле с диплоидного уровня нужно перейти на гоплоидный. Чтобы перейти обратно на диплоидный уровень, растения образуют гометы и они сливаются. Рассмотрим схему еще раз. Гоплоидный гометофит путем метоза образует гоплоидные гометы. Гометы сливаются. Образуется диплоидная зигота. Зигота становится спорофитом. Диплоидный спорофит путем миоза образует гоплоидные споры. Споры прорастают в гометофиты. Цикл замыкается. В этом цикле диплоиден только спорофит. Все остальные стадии гоплоидны. А мы приступаем к разговору о жизненных циклах растений. Традиционно в ботанике растения делят на высшие и низшие. Деление это не таксономическое, а исторически сложившееся. Более удобное для понимания. Если высшие растения это относительно однородная группа, то низшие это настоящая сборная солянка из существ склонных к фотосинтезу и не имеющих полноценных развитых тканей. Именно с низших растений мы с вами и начнем. Тело водорослей называют таломом или своевищем. Это однородная клеточная масса, где все клетки похожи друг на друга. В таломе нельзя выделить отдельных органов. Талом может быть одноклеточным и многоклеточным. Крайняя форма одноклеточности – колониальность. При колониальном образе жизни отдельные клетки сохраняют самостоятельность. Они всегда готовы отсоединиться и продолжить самостоятельную жизнь. Они способны самостоятельно размножаться. Клетки многоклеточного организма себе такого позволить не могут. Они прочно связаны с другими клетками и без них погибнут. Для одноклеточных водорослей, обитающих на просторах кимов, характерны кокоидный и монадный тип таломов. Кокоидный тип талома – это когда одноклеточная или колониальная водоросль не способна к самостоятельному движению, а клетки имеют постоянную форму тела. Например, хлорелла и квастериум. Монадный тип талома – это когда одноклеточные или колониальные водоросли способны к самостоятельному движению. У них есть жгутики, а клетки по-прежнему имеют постоянную форму тела. Например, хламидомонада и вольвакс. У многоклеточных водорослей бывает нитчатый и тканевый таломы. Нитчатый талом – тончайшая нить толщиной в одну клетку. Состоит из клеток, следующих друг за другом, как вагончики. Тканевый талом – то самое, настоящее своевище, когда тело водоросля представлено одним большим листом. Такой талом у ламинарии и у ульвы. Ну что ж, теперь мы вооружены до зубов, пора в бой. На царство Эукариота, царство Планте, отдел Хворофита, класс Трибуксофице, порядок Хворелялес – Хворелла. Хворелла – это шаровидная одноклеточная водоросль с кокоидным типом талома. Она не способна к самостоятельному движению и полностью подвластна током воды. Большую часть клетки занимает чешевидный хворопласт. Хвореллу можно обнаружить и в пресной воде, и в соленой, в сырой почве, даже на скалах и на стволах деревьев. Хворелла входит в состав некоторых лишайников, где она вступает в симбиоз с грибами. На суше Хвореллу от губительного ультрафиолета защищает спорополинин. Он входит в состав клеточной стенки, делая ее более прочной механически, а также не пропускающей ультрафиолет. Спорополинин входит в состав спора грибов и пыльцы растений. Они сохраняются в толще земли миллионы лет, не теряя внешних морфологических признаков. В том числе, по ним, ученые восстанавливают облик земли прошлого. Для хвореллы пока не описано случаев полового размножения. Хворелла размножается бесполым путем. Из гоплоидной взрослой особи путем многократного метоза образуется до 64 гоплоидных автоспор. Автоспоры — это неподвижные споры, которые уже внутри материнской клетки приобретают все отличительные черты взрослой особи. Автоспоры разрывают оболочку материнской клетки, попадают в водное пространство, питаются автотрофно, растут и уже сами приступают к делению. Вечный цикл замыкается. Жизненный цикл хвореллы — хороший пример простого цикла, ведь хворелла — всегда хворелла. Но нам пора плыть дальше. Мы покидаем хлореллу и направляемся в соседний класс зеленых водорослей — класс хлорофица — порядок хламидомонадалис. Хламидомонада — это одноклеточная зеленая водоросль. Большинство ее представителей — обитатели пресных вод, но некоторые виды живут в морской воде. А хламидомонада — снежная, даже на снегу, делая его, как ни странно, не зеленым, а красным. Хотя хламидомонада и водоросль, но у нее есть жгутики. Она очень активно перемещается, например, в более освещенные области. Тип ее талома — монадный. Жизненный цикл хламидомонады — гаплоидный, зиготической редукции. Это значит, что для преобладающей в цикле стадии характерен гаплоидный набор хромосом, а миотическое или редукционное деление происходит на стадии зиготы, но обо всем по порядку. В благоприятных условиях, когда стабильная температура, кислотность воды, когда хватает минеральных солей, особенно соединение азота, хламидомонада делится бесполым путем. Гаплоидная клетка делится методически один, два, три раза, насколько хватит запаса питательных веществ. Внутри оболочки клетки образуется от двух до восьми маленьких хламидомонад. Если проводить аналогию с другими растениями, то это споры. Но у этих спор есть жгутики, они могут плавать, поэтому это зооспоры. Зооспоры покидают оболочку материнской клетки и отправляются бороздить водные просторы. Затем они будут фотосинтезировать, увеличиваться в размерах, станут полноценными членами хламидомонадного социума и тоже смогут размножаться бесполым путем. Все точь-в-точь, как у хвореллы. Такая история происходит большую часть времени. Хламидомонады неприхотливы, незначительные колебания не выводят их из состояния равновесия. Но когда света становится все меньше, когда постепенно холодает, а главное заканчивается азот, хламидомонады переходят к половому размножению. Связь между грядущими переменами и половым размножением есть не только у хламидомонад, но и у многих других водорослей и даже беспозвоночных. Например, калавратки и дафнии, у которых вообще-то большую часть лета в популяции есть только самки, по такому поводу специально заводят самцов и образуют яйца. И яйца беспозвоночных, и зиготы водорослей обладают прочной оболочкой, которая помогает переждать зиму или засуху. Гоплоидная взрослая особь начинает делиться методически внутри своей оболочки. Образуется множество маленьких клеточек, гоплоидных гомет. Оболочка рвется, гометы попадают в окружающую среду и отправляются на поиски партнера. Когда подходящий кандидат находится, две гометы сливаются друг с другом, образуя диплоидную зиготу. Зигота теряет жгутики, покрывается прочной оболочкой, опускается на дно. Когда становится больше света, а главное больше азотистых соединений, зигота оживает. В ней запускаются процессы миоза. Из одной диплоидной клетки образуются четыре гоплоидные. Зооспоры от взрослой особи отличаются только размером и возрастом. Если мы подводим все под общую схему, то в цикле полового размножения хламидомонады гометофитом будет взрослая особь, она производит гометы. Спорофитом будет зигота, она производит зооспоры. Доминирующая стадия гоплоидный гометофит, вторая стадия диплоидный спорофит. А процесс образования зооспор можно назвать бесполым размножением. По сути, жизненный цикл хламидомонады это все тот же цикл хвореллы с бесполым размножением, но усложненный дополнительным запасным половым циклом на случай неблагоприятных условий. А теперь давайте посмотрим задачки из экзамена. Рассмотрите рисунок жизненного цикла хламидомонады и укажите название стадии, обозначенных цифрами 1 и 2. В результате какого деления образовались клетки, обозначенные цифрой 1? Чем представлены гометофит и спорофит этой зеленой водоросли? Стадия 2 – это зигота, а по цифре 1 зигота производит зооспоры. 1 – стадия гоплоидных зооспор. Гоплоидные зооспоры образовались в ходе миоза из диплоидной зиготы. Гометофит – взрослая особь, она производит гометы. Спорофит – зигота, производит зооспоры. Следующее задание. У хламидомонады, преобладающим поколением, является гометофит. Определите хромосомный набор взрослого организма и его гомет. Из каких исходных клеток развиваются взрослые особи и гометы? В результате какого деления формируются гометы? Хламидомонада гоплоидна. Ее хромосомный набор 1Н. Гометы тоже гоплоидны. Взрослые особи развиваются из гоплоидных зооспор, а гометы – из взрослых хламидомонад. Гометы образуются путем метоза. На этом у нас все.